Привет, мои хорошие! С вами Селена Свей. Сегодня я хочу вам рассказать о своём опыте изучения английского языка за границей, а именно на Мальте. Если вам интересно, оставайтесь со мной. С чего хочу начать своё обучение на Мальте? Во-первых, у меня на Мальте живёт подруга, поэтому так это всё спонтанно получилось. Сначала я к ней съездила просто отдохнуть, навестить её, да. И потом уже узнала, что, оказывается, когда начала уже, думаю, поищу английский за рубежом, и начала смотреть цены, да, и где, что вообще это... Там все практически говорят на английском языке и на мальтийском, да. Но на английского даже больше, то есть он такой там очень распространённый. Поэтому если выбирать у курса английского за границей, то Мальта считается одной из самых выгодных таких вот мест, где стоит учить английский, да, может быть, даже начать. Потому что вы, если ещё не сталкивались с этим, например, сразу ехать там в Америку или в Англию, в Британию, ну, то есть очень дорогие цены, то есть, я не знаю, мне кажется, практически в два раза дороже. Хотя и на Мальте тоже это не маленьких денег стоит. Я ездила учиться на три недели. Обошлось мне всё это где-то около ста тысяч рублей. Было это год, наверное, назад уже, или даже полтора, может быть, даже два. Ну, да, то есть, сами понимаете, доллар был ниже, сейчас доллар выше, то есть по рублям получится это ещё дороже. И, значит, с чего я хочу начать, да? То есть мне этот опыт очень понравился, что сразу хочу сказать. До сих пор у меня эти добрые воспоминания, и я хочу поехать так же. Я бы вернулась и туда бы, и даже в ту же школу. Настолько мне всё понравилось, да? Брала я самый начальный уровень. То есть у меня был, конечно, я в школе училась английскому языку, но я очень ленивый человек. Это ещё английский для ленивых тоже, погрузиться в эту сферу, да, где все говорят на английском. То есть я могу сказать, что я разговаривать по-английски не умела. То есть вот как в детстве мы там учимся, наверное, да, там love, вот такие простые thank you, hello, how are you, и всё. Если тебе что-то начинают говорить, то ты вообще ничего не понимаешь, как будто не английский, а какой-то инопланетянский язык в итоге. Поэтому я взяла для себя самый-самый лёгкий уровень, для тех, кто вообще не умеет говорить, и, может быть, даже никто никогда и не знал там это английское. И, конечно, не с алфавитом мы начинали там всё учить. Это самая была лёгкая группа, конечно, не с алфавита. Что мне там нравилось? То, что преподают все на английском, то есть никаких русских языков. И, знаете, даже я расстраивалась, и вот мне советовали, когда кто уже имел опыт, чтобы меньше там находиться с русскими, да. Хорошо, что муж моей подруги, он тоже по-русски не говорил. Поэтому, когда мы разговаривали, то есть я старалась всё равно разговаривать на английском, даже с ней, она-то по-русски говорит. С ней, с ним мы тоже иногда практиковали. Ну, то есть практически с ней-то я только на русском и разговаривала, да, когда мы там совсем какие-нибудь чепетильные темы начинаем обсуждать. И я что-то английский плохо знаю, нам это тяжело давалось. Поэтому даже в доме мы старались говорить по-английски. Это мне очень нравилось, потому что ты хочешь, не хочешь, ты будешь учить. Это будет сознательно, бессознательно, то есть уже пошли процессы. Языковой барьер снимается буквально через несколько дней в школах. Занимались мы там по полдня, то есть утром я приходила, и часов три где-то я уже освобождалась, ехала по своим делам. Очень грамотно сделали там все уроки, то есть было это 5 или 6 дней в неделю, точно не скажу, не помню, по-моему, даже 6, то есть с утра и до дня. У нас было в группе, наверное, человек 5. Были, значит, откуда, не помню, была мусульманка одна, то есть у нее какой-то арабский язык, по-моему, да? А еще один парень был тоже из Японии девочка одна, а Украина один был, вот уже минус, да, что разговаривать по-английски. Но там все старались разговаривать по, что он говорит по-русски, все старались разговаривать по-английски, поэтому это хорошо, и я старалась находиться и дружить с теми людьми, которые говорят по-английски. Дальше, в чем хорошо учить это все за границей, то что после занятий, да, то есть ты продолжаешь его учить, ты продолжаешь находить общий язык, у тебя спрашивают какие-то вещи люди, вы идете гулять, обязательно вы там все дружитесь, идете гулять, куда-то есть, и кроме как на английском, вы никак больше не сможете друг другу объясниться. Поэтому это не просто, да, там, что вы взяли с девяти там занятия, до двух позанимались и все, и пошли, то есть это, ну, не как в России, отчего я это все люблю, потому что там приходится это все делать, вы становитесь в таких рамках, что вам приходится разговаривать, и вы хотите, не хотите, вы выучите, и это происходит все с большим удовольствием, оно все так ровно и естественно ложится в ваше сознание. Дальше всегда после занятий, там, да, выходные и будни, даже каждый день, да, там школа устраивает мероприятия, то есть вы едете там на соседний остров, или там соседний город, какая-то экскурсия идет, какие-то мероприятия, все происходит опять же на английском языке, а также люди, которые вот вам помогают, ну, то есть это все очень замечательно, опыт отличный, цены, как вы понимаете, на Мальте меньше всего, погода там вообще замечательная, там всегда тепло, конечно, лучше ехать в сезон, да, когда совсем будет тепло, вот сейчас уже можно туда ехать, я думаю, да, может быть даже через месяц уже вообще супер-мега погода будет, у них и зима такая, что в курточках таких легких, я ездила в сезон в какой-то, ну, то есть мы загорали, отдыхали, купались, то есть это было лето, но у них еще оно продолжается сентябрь, октябрь можно ехать, сентябрь-октябрь, ноябрь, наверное, уже как-то уже начинает все холодать, вот это все дело, и также у них рано начинает становиться тепло и хорошая погода, лучше, конечно, ехать в сезон. Школа у меня была NSTS, вот она, у меня до сих пор остались от нее, вот так вот она выглядит, ну, достаточно знаменитая школа, и, по-моему, она есть не только на Мальте, а много где. А, еще там дают жилье, я жила просто со своей подругой, поэтому, то есть мне жилье не нужно было, а вот там отличное жилье, что я могу вам сказать, если при них вот это вот какое-то, как он называется, как общежитие, ну, не общежитие, а место, как-то оно называется, короче, где все эти ученики, то есть вы там вообще и живете, еще продолжаете учить английский язык. Я там была, мне приглашали, звали, у них внизу бассейн, у них столовая, где их кормят, у них тоже какие-то мероприятия, игры там внизу, то есть, и это вообще супер, даже, даже вот ездить, тоже вот проводить это время там, с ними жить, это тоже замечательно, вот, потому что все как бы учатся, и все-все интересны, ну, в общем, там все прекрасно устроено для этого. Ой, я нашла апартаменты, которые вот у них были, где я отдыхала, и как раз вот какие у них комнатки, я вам покажу здесь на картинке, то есть вот смотрите, если видно, то есть вот здесь вот они жили, балкончики, ребята, выходили на балкончики, вот там вот были лежаки, мы купались в этом бассейне, вот, замечательно, а вот комнатки, как у них сделаны, видите, да, то есть, ну, по несколько человек, конечно, вы можете один жить, это будет дороже, но там по три человека, по два могла жить, такая кухонка небольшая, то есть все такое вот миниатюрненькое, но главное, теснотида не в обиде. И что я еще делала, что мне очень помогало, я купила себе книжечки потом, как бы, да, и до этого еще занималась, они очень простые, то есть вот разные, да, вот Кембридж тут написано, Big Hardy, главное, и вот еще, The Boy From Yesterday, главное, что в них, это взять уровень, вот у меня, я говорю вам, уровень настолько, чтобы я понимала книгу более-менее, да, просто находила, понимала грамматику, понимала строение все это и времена, да, здесь очень простое, здесь практически нет времен в одной, да, в другой уже есть времена, то есть вот я почему-то боком их показывала, потому что здесь вот буквка S написана, это вообще супер для, супер, здесь уже один, и в принципе по возрастанию, да, вашего уровня вы можете брать себе два, три, четыре и так далее, а потом уже переходить, то есть неадаптированной литературе, это адаптированная. Мало того, что здесь еще идут диски к ним, я слушаю все время в машине, ну, периодически, да, и когда ты слушаешь один раз, второй раз, третий, ты уже начинаешь действительно понимать, там, ну, как бы, английский такой вот правильный и хороший, не супер быстро они там читают, ну, то есть привыкаешь ко всему этому. Поэтому, значит, английский для ленивых, английский для тех, кто не хочет учить, для тех, у кого есть языковой барьер, то есть он очень помогает, то есть все это вообще, ну, я советую вообще поехать на Мальту, полететь на Мальту, отдохнуть там и поучить английский, кто еще этого не делал, то есть это незабываемый опыт, прекрасно, если у меня получится, я туда еще раз отправлю, ну, конечно, хочется и другие места посетить, и в других местах побыть, в других странах, в Новой Зеландии, например, вот я бы хотела съездить, ну, посмотрим, как все сложится. А сейчас я сходила у нас в Ростове-на-Дону, с носителем языка можно пообщаться абсолютно бесплатно, от школы, королевская школа английского языка в Ростове-на-Дону, у них по субботам, с двух до трех, в определенном месте, встречаться с носителем языка на часик буквально, вот кто хочет, и обсуждаем какую-то тему, то есть формат сам ведет наш преподаватель. И, вы знаете, мне так понравилось так легко, что все-таки я решила взять курсы, как бы, да, но я решила попробовать курсы по скайпу взять с носителем языка, опять же, понимаете, да, то есть я не хочу, чтобы вообще мой преподаватель говорил на русском языке, но, в принципе, вот этот вот носитель языка, который с нами занимается по субботам, он знает русский язык, в принципе, хорошо, да, он говорит с акцентом, со всеми делами, вы знаете, это и полезно, чем, допустим, вот мы когда на Мальте учили, да, и чтобы что-то объяснить нашему преподавателю, то есть мы играли практически в крокодила, мы пытались и показать всеми там вот жестами, потому что мы не знали слова, или мы пользовались переводчиком, здесь, конечно, может быть, проще, я как раз хочу попробовать, потому что если человек знает, да, ты просто говоришь ему слово, он порой даже тоже не может объяснить это на русском языке, начинает искать какие-то, как бы, там, слова подходящие и так далее, ну, то есть, может быть, это было бы даже и быстрее. Ну, в общем, я сейчас позвонила, заказала с носителем языка уроки по английскому по скайпу, чтобы занималась с женщиной, вот, и они должны мне позвонить. И если вам это интересно, то я расскажу дальше, то есть пишите в комментариях, я расскажу, как у меня проходят все эти уроки, может быть, на одном уроке как-нибудь там сниму что-то, да, по скайпу, как это происходит, вот, расскажу вам подробности всего этого. Если вам понравилось то, что я рассказала, мой опыт, ставьте лайки. Если у вас есть какие-то вопросы еще, может быть, я что-то не осветила в этом во всем, потому что я все на эмоциях, на эмоциях, воспоминаниях, то задавайте вопросы в комментариях, я обязательно на все отвечу, дам, может быть, какие-то ссылки там или еще что-то. Пожалуйста, если у вас есть какой-то опыт свой, и вы где-то были, и вам очень понравилось, тоже мне пишите в комментариях, оставляйте ссылки, я посмотрю, какие-то школы интересные. Надеюсь, мое видео было вам полезным. С вами была Селена Свои, увидимся в следующем видео, пока-пока.